Все о новом качестве жизни, о новом взгляде на жизнь в программе «Новое зрение» на канале Бук ТВ. Добрый вечер, друзья! Нашу программу мы посвящаем детям, потому что очень хотим, чтобы самые простые правила и рекомендации сделали их жизнь здоровой и по-настоящему яркой, интересной. Ведь их здоровье – важный аспект полноценной жизни. Зрение – это самое необходимое и самая хрупкая система в организме человека. Благодаря глазам люди получают максимум информации, начиная с раннего детства и до глубокой старости. Детские глаза отражают здоровье и самочувствие ребенка. Чтобы надолго сохранить зрение, необходимо заботиться о зрительных органах с самого момента рождения. Считают в офтальмологическом центре «Новое зрение», а потому открытие детского отделения здесь обосновано. И сегодня вместе со съемочной группой я предлагаю вам, уважаемые телезрители, отправиться в медицинский центр «Новое зрение», чтобы на месте, так сказать, воочию увидеть, какие возможности имеют врачи, чтобы оценить качество зрения у детей, выявить и, самое главное, вылечить нарушения. Но вначале немного истории. В октябре 2018 года на базе клиники «Новое зрение» было создано детское отделение. Причина обоснована. Недостаток высококвалифицированной офтальмологической помощи детям отделение создано по образцу ведущих детских европейских клиник. Оно укомплектовано самым современным оборудованием, которое позволяет правильно поставить диагноз и назначить соответственное лечение. В «Новом зрении» работают профессиональные ортоптистки, которые могут найти подход к каждому маленькому пациенту. Здесь создана атмосфера уюта и комфорта для детей и для родителей. Малыши не пугают белые стены и белые халаты. Современные методики превращают лечение в занимательную игру. Для этого оборудован специальный детский уголок, где дети могут играть, рисовать, строить замки. Для поощрения ребятам с амблиопией к согласиям, которым показана окклюзия, разработаны благодарственные грамоты, которые вручаются, если они выполняют назначение доктора. Лечение проводится на самом современном уровне с использованием лучших мировых и авторских методик. О техническому оснащению центра могут позавидовать многие детские клиники страны. В «Новом зрении» работают опытные детские офтальмологи. Здесь индивидуальная программа лечения составляется для каждого пациента. Татьяна Ивановна, детское отделение в клинике «Новое зрение» практически эксклюзивное. Подобных в РИСТе, ну уж точно нет. Но всё-таки мне бы хотелось узнать, с какими заболеваниями, с какими патологиями чаще всего вы встречаетесь у маленьких пациентов. Татьяна Ивановна Можейко, врач-офтальмолог, хирург первой категории, детский офтальмолог. Старше работы в офтальмологии более 10 лет. Сфера профессиональных интересов. Функциональная диагностика сложной глазной патологии. Хирургическое лечение косоглазия методом регулируемых швов. Врождённая глазная патология. Консервативное и хирургическое лечение детских глазных болезней. Владеет современными методами диагностики и лечения заболеваний глаз у детей. Постоянно совершенствует свой профессиональный уровень. Является постоянным участником международных офтальмологических конференций. Конечно, чаще всего это патология рефракции. Если родители замечают, что их ребёночек сильно наклоняется над книжками, над тетрадками. Если близко подходит к телевизору. Или близко пытается пододвинуться к монитору телевизора. Например, в магазинах не видит вывески. Или испытывает затруднения в кино. Но, конечно, нужно предположить, что у этого ребёночка, возможно, развивается безорукость. Если ребёнок, наоборот, пытается отодвинуть от себя предметы и на более дальнем расстоянии их рассмотреть, значит, можно предположить, что это гиперметропия. Конечно, все детки рождаются с физиологической гиперметропией. Примерно в 3-4 годах они из неё вырастают и приобретают нормальное зрение. Но если к этому возрасту это не случилось, то обязательно, конечно, тоже нужно обратиться к врачу. Такая патология, как астигматизм. Это нарушение правильной формы роговицы и хрусталика. Тоже при этом может быть нарушение зрительных функций. Также появляются такие жалобы, как головные боли, головокружение, усталость при чтении письме. Амблиопия. Мы про неё уже рассказывали. Амблиопия – это такое состояние, когда головной мозг выключает из оптозрения хуже видящий глаз. И тогда необходим вообще комплексный подход к лечению данного заболевания. Кстати, амблиопия занимает треть всей глазной патологии. Столько много заболеваний. И ведь косоглазие ещё присутствует. Конечно, да. Косоглазие нельзя исключить и эту патологию. Косоглазие – это нарушение взаимного расположения глазных осей, при котором они не могут пересекаться на фиксируемом предмете. Врождённые косоглазия управляются у грудных детей в возрасте до 6 месяцев, приобретённые после 3 лет. Ошибочное мнение, что косоглазие может пройти само собой. Она требует обязательного лечения. Для лечения косоглазия необходимо комплексное лечение, включающее в себя терапевтические методики лечения, такие как назначение очков или контактных лиц, курсы специальных упражнений гимнастии для глаз на фенажёрах с последующим оперативным лечением, конечно, если это необходимо, и послеоперационной реабилитации. При хирургическом лечении косоглазия, помимо традиционных операций на горизонтальных мышцах, нами проводятся операции на вертикальных и косых мышцах глаза, а также операции при паралитическом косоглазии с последующим послеоперационным восстановлением. Катяна Ивановна, но сегодня такое время, когда мы слышим очень часто, что есть врождённые заболевания. Существуют ли такие заболевания по вашему направлению? Да, такие заболевания есть. Происходит нарушение прозрачности хрусталика. Это врождённая катаракта. В нашем центре мы предлагаем современное лечение, удаление катаракты на современном факомульсификаторе, бесшовно, практически через один разрез. И у деток старше трёх лет мы предлагаем удаление катаракты с последующей имплантацией современных интерокулярных лиц. И всё это больше катаракты не вернётся к деткам? Нет, не вернётся. Такой катаракты уже не будет, и будет стоять искусственный хрусталик, который будет помогать деткам видеть. Но его менять с возрастом нужно будет? Нет, конечно. Такие операции не производятся по замене хрусталей, по замене интерокулярных лиц. Это раз и навсегда? Да. Ребёнок жалуется на боль в глазах, плохо читает, не видит оптическое у него какое-то нарушение. Вот поэтому и обратились. Друзья посоветовали клинику, очень хорошая подруга. Брала здесь, лечилась, консультировалась, поэтому ему сюда обратились. У меня были проблемы с глазом, и сейчас у меня тоже проблема с глазом, но не настолько сильно, как тогда. Один глаз кожи выждет второго, и решили обратиться в новое зрение. Будем надеяться, что всё будет нормально, помогут нам. А проблема-то решается? Да, решается. Наталья Петровна, мы как-то уже разобрались, какие патологии могут быть у наших деток. И хотелось бы сейчас узнать, что включает в себя комплексное обследование в клинике «Новое зрение». Наталья Петровна Панасюк, врач-офтальмолог 1-й категории. Стаж работы в детской офтальмологии более 25 лет. Сфера профессиональных интересов. Современная функциональная диагностика. Скрининг врожденной патологии у детей. Консервативное лечение детских глазных болезней. Диагностика сложных форм косоглазия. Консервативные методы лечения. Призматическая коррекция паралитического косоглазия. Скрининг и лечение амблиопии. Владеет основными современными методами диагностики и лечения заболеваний глаз у детей. Постоянно совершенствует свой профессиональный уровень. Принимает участие в республиканских и международных офтальмологических конференциях. Комплексное обследование включает в себя первое рефрактометрию. То есть сначала ребёночек садится за вот этот аппарат. Смотрится рефракция. Есть ли у него дальнозоркость, близорукость или астигматизм. И на этом аппарате всё фиксируется. Затем делается пневмо-тонометрия. То есть мы измеряем внутриглазное давление ребёночку. Ребёнку очень сложно померить давление контактно, тонометром, например, Маклакова. Поэтому у нас делается пневмо-тонометрия, когда просто воздухом мы определяем прикидочно, да, вот какое у нас внутриглазное давление. То есть поэтому можно определить, нормально оно или есть какие-то аномалии. Если есть аномалии, мы уже дальше ребёночка обследуем. Следующее обследование у нас биометрия. То есть это измерение длины глаза. То есть опять-таки вот это у нас аппарат. Ребёночек садится, и мы определяем, какая длина глазного яблока. Это очень тоже важно. Почему? Потому что бывает глазное яблоко, вот прямо тут у меня целая картиночка, глазное яблоко должно быть в определённой возрасте, строго определённой длины. Если у нас коротенькое глазное яблоко, значит, у ребёночка есть дальнозоркость. Если у нас, наоборот, глазное яблоко длинное, значит, у ребёночка есть близорукость. То есть уже на основании всего этого мы можем предположить, что мы можем ожидать от дальнейшего обследования. Следующий этап нашего обследования – это визометрия, то есть проверка остроты зрения. В зависимости от того, какого возраста у нас ребёночек, острота зрения проверяется или по картиночкам, когда ребёночек ещё не знает цифры и буквы, или по ешкам, когда тоже, например, цифры он не знает, но он может нам показать, куда зубки у этой ешки повёрнуты, в эту сторону, в эту сторону. Тоже можем определить остроту зрения. В общем, самым точным это всё-таки является проверка остроты зрения по цифрам. Если уже ребёночек даже бывает в 5 лет, они уже знают цифры, тогда мы, конечно, проверяем по цифрам, потому что это самый точный метод проверки зрения. Но если ребёночек по каким-то причинам не может разговаривать, тоже есть варианты определения остроты зрения. У нас есть специальные тесты. Вот, например, тесты Лео, которые берётся две ракеточки. Одна из них просто серая, а другая разлинована полосочками различной ширины. И вот по этим вот движениям мы смотрим за движением глазного яблока ребёночка. То есть если ребёночек следит, значит острота зрения есть. И потом мы эти полосочки делаем всё мельче и мельче. И тут уже тоже есть пересчёт, и можно определить, какова острота зрения у ребёночка. Если ребёнок всё-таки может, может, ну просто не умеет, например, разговаривать, но ребёночек достаточно сообразительный, есть вот такие вот леосимбол, которые тоже мы показываем ребёночку. У нас есть такие отдельные картиночки. Я ему показываю свою. Он ищет из своего набора таких картиночек то, что показываю я. Тоже по аналогии. То есть тоже можно определить остроту зрения. То есть то, что ребёночек не говорит, не является показателем того, что остроту зрения мы не проверим. Значит, после того, как мы определили остроту зрения, мы смотрим остроту зрения с коррекцией. То есть вот у нас здесь есть пробные оправки очковые. Мы подставляем стёклышки с ферки, цилиндры и определяем остроту зрения ребёночка с коррекцией. Ага, Наталья Петровна, значит, то, что мы снимали этих ребятишек, когда мы делали щеки. Да-да-да, это вот они в них сидят, а сверху мы подставляем стёклышки и опять-таки определяем, что ребёнок... Это острота зрения. Это острота зрения или визометрия. Коррекция у взрослых, в принципе, да? Точно так же. Просто у детей больше нюансов, и к ним больше надо подходов. Поэтому наши оптометристки, такие они у нас опытные, они у нас умеют разговаривать с детьми, мы их всяко заманиваем, всяко мы их уличаем, только чтобы они с нами разговаривали. Значит, затем у нас идёт проверка бинокулярности зрения. То есть мы смотрим, бинокулярность зрения проверяется и в ОРС-тест, который у нас есть в проекторе знаков. Это определяется, бинокулярность зрения. И кроме того, мы определяем ещё стереоскопическое зрение. То есть вот у нас тоже есть различные тесты для совсем маленьких деток, для деток побольше, часть тестов проверяется без очков, часть проверяется в специальных очках, но в любом случае мы можем определить, есть ли у ребёночка бинокулярно-истереоскопическое зрение. То есть это очередной этап. Кроме предыдущего обследования проводится биомикроскопия, мы смотрим передний отрезок глаза, проводится кератопография, то есть мы смотрим топограмму роговички, смотрим, особенно это очень показательно, при астигматизме, там прям такие вот показательные картинки, толщину роговички, это нам очень важно. Следующий этап – осмотр глазного дна. Глазное дно мы смотрим тоже при помощи щелевой лампы и при помощи специальных линзочек, вот таких вот увеличительных, когда можно очень хорошо посмотреть глазное дно. Если есть необходимость осмотра крайней периферии глазного дна, мы осматриваем глазное дно при помощи вот такой вот фундес-линзы, которая – это контактный метод, то есть она ставится прямо в глаз, но перед тем, как её поставить, мы делаем обязательно анестезию при помощи специальных капелек, и поэтому, в общем-то, эта манипуляция абсолютно безболезненна. Значит, если, опять-таки, есть такая необходимость, у нас можно сделать УЗИ глаза сразу, у нас можно сделать компьютерную томографию глаза, то есть всё за один раз мы можем обследовать. И вот если в результате предыдущего обследования мы выяснили, что у ребёночка имеется косоглазие, мы его ведём вот в этот наш кабинет косоглазия, где мы уже проверяем уголочки этого косоглазия, мы их проверяем в градусах и в призматических диаптретх при помощи вот этих вот призм или при помощи призматических линиек, которые у нас имеются. Кроме того, мы смотрим движение глазных яблок, то есть мы проверяем во все ли стороны глазки двигаются одинаково, потому что существует паралитическое косоглазие, существует косоглазие просто с паралитическим компонентом, то есть это тоже нам очень важно знать. Потом очень у нас есть такой наглядный крик, крест Медокс, по которому мы тоже можем проверить уголочки в призматических диаптретх. То есть это всё для того, чтобы как бы все характеристики косоглазия были наиболее полными. Наталья Петровна, помимо всех вышеперечисленных обследований, есть такая процедура, я слышала, детский скрининг. Что это такое? Действительно, скрининг – это достаточно новый вид нашего обследования. Для чего мы его сделали? Для того, чтобы родители, которые, в общем-то, заинтересованы в здоровье своего ребёнка, могли понять, есть ли вообще какие-то проблемы у ребёнка со зрением. То есть до того, как появились какие-то жалобы, они просто могут прийти и проверить, имеются ли вообще какие-то проблемы. То есть что с себя включает скриник? Это не полное наше большое обследование, которое рассчитано на 1,5-2 часа. Но, тем не менее, мы смотрим тоже рефракцию. И по рефракции мы уже можем определить, соответствует ли она возрастной норме ребёнка. То есть если у ребёночка дальнозоркость, но по возрасту он может иметь дальнозоркость, значит, в общем-то, проблем у него нет никаких. Но если там есть какие-то проблемы, потому что вот мы смотрим и рефракцию, мы определяем остроту зрения с коррекцией, без коррекции, мы проверяем бинокулярность, простейшую всё-таки бинокулярность, чтобы заподозрить, возможно, какое-то скрытое косоглазие. И если всё-таки мы находим какие-то проблемы у ребёнка, тогда мы уже рекомендуем полное обследование. Кроме обычного скрининга у нас ещё есть так называемый ранний скрининг. Это для деток, которые только научились говорить 3-4 годика, чтобы определить, здесь даже не столько нас интересует острота зрения, точности остроты зрения, сколько разница между глазами. Потому что бывает один глазик видит хорошо, другой глазик видит плохо, ребёнок не понимает, что бывает как-то по-другому, он всегда так видел. И вот здесь мы можем обнаружить эту разницу. Это очень важно, потому что мы можем обнаружить или заподозрить амблиопию, а чем раньше начинает лечиться амблиопия, тем лучше у нас, в общем-то, результат. Мы всё время об этом говорим, что амблиопия – это заболевание, которое нужно лечить как можно в более раннем возрасте. Кроме того, мы тоже проверяем там бинокулярность, а также у нас в это обследование ранний скрининг входит видеорегистрация. То есть мы ребёночка садим, и вот мы делаем такой ему снимочек, смотрим, как стоят глазки, и уже опять-таки, если из всего этого мы что-то допозозрили, мы им предлагаем полное обследование. Мы обратились в клинику «Новое зрение» по поводу проверить дочь, как у её со зрением мы проверялись уже в наших центрах. Ну, решили провериться в более такой… Квалифицированной, да? Да, квалифицированной клинике «Новое зрение». Евгений, а что, какие-то проблемы у Вашей Викулии есть? Ну да, есть немного. Оно как ни дальнозоркость, ни близорукость, что-то в этом роде, и вот решили проверить. Ясно. Ну и что сказали? Помогут? Ну да, сказали, что помогут. Ну вот, ждём, пойдём к врачу и будем уже беседовать, разговаривать. Очень хочется под 2 год, под все праздники, чтобы было у нас хорошее настроение и очень хорошее зрение. Татьяна Ивановна, представим на минутку, что я мама и со своим малышом я решила прийти в клинику «Новое зрение». К чему мне стоит быть готовой? К чему стоит быть готовым всем родителям, приходя с маленькими пациентами в Вашу клинику, в клинику «Новое зрение»? Для правильной постановки диагноза, для детального осмотра глазного дна, для выявления степени изменения со стороны рефракции, конечно, нужно проводить медикаментозную циклоплегию. В нашем центре мы её проводим дважды, через 10 минут, после чего происходит детальный осмотр ребёнка. После данной процедуры, после обследования, у деток может быть нарушено зрение вблизи. То есть, за другину будет чтение, письмо, работа в компьютере, выполнение домашнего задания. Конечно, родителям не стоит в день обследования планировать какие-то серьёзные дела, когда ребёнку нужно будет много читать, писать. Если на следующий день у Вашего ребёночка запланировано контрольное, диктант или экзамен, то тоже может быть затруднено, поэтому необходимо или перенести какие-то дополнительные нагрузки зрительные, или перенести день визита к детскому офтальмологу. Кроме всего прочего, приходя в центр, конечно, Вам необходимо взять с собой очки, которые у Вас были заранее. Если Ваш ребёнок пользуется контактными линзами, обязательно их тоже принесите с собой в контейнере, и во время осмотра мы решим, как проверить, как подобрать и что делать дальше. Сотни тысяч детей страдают патологиями системы зрения и отклонениями в её развитии. Согласно статистике, эта цифра с каждым годом только увеличивается, а ведь видеть мир ясно и чётко – это важно для любого человека, а в особенности для детей. Нарушения зрительной функции в детском возрасте способны привести к появлению психологических, поведенческих и социальных проблем в развитии. Вовремя замеченные симптомы и незамедлительное обращение к специалисту позволят успешно вылечить детские глазки, а потому плановая проверка зрения ребёнка – это забота о его здоровом и счастливом будущем. Однократного ежегодного посещения окулиста оказывается вполне достаточно для своевременного обнаружения существующих проблем со зрением и быстрого их излечения. Пришла пора прощаться. И помните, всегда есть что противопоставить недугу. Здоровья вам и вашим деткам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok